МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях четверга 20 апреля расскажут репортеры ОТВ и я, Сергей Ким. И вот что было сегодня в центре нашего внимания. Переполох в Углегорске. Силовики проводят проверку в редакции местной газеты и в районной администрации. Спасение на плаву. Сотрудники МЧС эвакуировали людей из подтопленных районов. Как прошли масштабные учения? И кровососцы, и лампиры. Но мы не обижаемся. Пять шагов дарителя. В национальный день донора наш корреспондент отследил все этапы добровольной процедуры. Город сказка, город мечта. Главный художник Южно-Сахалинска рассказал о том, как изменится столица островов. Россия, страна морей победителей художественного конкурса наградили в Южно-Сахалинске. А также таинственные исчезновения и грандиозные появления к 70-летию области. История памятников Ленину в нашем репортаже. Сегодня по всему острову разлетелась новость о том, что в редакции газеты «Углегорские новости» силовики провели обыски и выемку документов. Версии выдвигались самые невероятные. Во второй половине дня главный редактор газеты Зинаида Макарова опубликовала на сайте издания заметку, в которой даны детали случившегося. Официальный комментарий от правоохранителей звучит так. Проводятся мероприятия по установлению фактов совершения действий, связанных с разглашением государственной тайны. По словам Макаровой, ничего страшного не произошло. Проверка проводится не по фактам работы учреждения. Всех сотрудников редакции действительно собрали в одном помещении и пользоваться мобильными устройствами запретили. После этого силовики приступили к проверке компьютеров. Вели себя они при этом корректно, никто не задержан, ни к одному сотруднику не были применены меры силового воздействия. Добавлю, что аналогичные проверки сегодня прошли в администрациях Углегорска и Тамари. Другим новостям. Россия готовится к паводкам. По всей стране сейчас проходят масштабные учения по ликвидации последствий наводнений. Не стало исключением Исхалинская область, которая традиционно страдает от весенних подтоплений. В областном центре самым проблемным считается район Владимировки. Сегодня там прошла учебная операция по спасению людей. Дарья Янченко. Район Владимировки срочно оцепляют сотрудники Росгвардии. Их задача не допустить в пострадавшие от наводнения квадрат посторонних лиц и пресекать на месте попытки мародерства. Тем временем спасатели, не теряя ни минуты, спускают лодки на воду. На противоположном берегу Сусуи скопились жители окрестных домов. Их нужно доставить в эвакуационную зону. Там их ждет горячий чай и медицинская помощь, если понадобится. Дело для островных спасателей привычное. Сахалин не самое засушливое место, особенно весной и осенью. Затопление – обычное дело во многих муниципальных образованиях. Константин Муртайзен со спасательной миссии был везде. Ведь он водолаз, спасатель и психолог в одном лице. Когда дело касается спасения жизни, в основном люди ведут себя адекватно. Тем более спасатели обучены работать психологически с пострадавшими. Бывает зимой на льду рыбаки немножко паникуют. Но быстро мы эти ситуации разруливаем. Очень быстро. Всего, по легенде, в зоне затопления оказалось около ста человек. Всех спасенных рассадили по машинам и отправили в пункт временного размещения. Пока Сусуя спокойно. Но уже через пару недель ситуация может измениться. Где-то, может быть, в начале мая, когда придут уже повышения температур и дождевые циклоны, естественно, она будет более полноводная и ситуация будет осложняться. Поэтому это самый сложный этап. Мы к нему готовились, проводили тренировки несколько раз. Руководство островного МЧС оценило действия своих сотрудников на хорошо. Завтра подобные учения пройдут в Корсаковском и Долинском районах, которые постоянно подвергаются ударам водной стихии. Дарья Янченко, Евгений Коньков, Евгений Кириллов, телекомпания ОТВ. На участие в предварительном голосовании «Единая Россия» подали заявки 127 человек. Все они официально зарегистрированы. Региональный оргкомитет напоминает, что прием документов завершится 27 апреля. Нам известно, что еще несколько интересных людей, сахалинцев, намерены подать документы и принять участие в этом голосовании. В предстоящие выходные в Сахалинской области состоятся очередные дебаты. Их проведут на 14 дискуссионных площадках в 10 городах. Кроме того, участники предварительного голосования с сегодняшнего дня начнут проводить встречи с населением. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте «Единой России». Депутаты областной думы подвели итоги своей деятельности за 2016 год. Всего было принято 130 законов, посвященных экономическому развитию региона, социальным вопросам, развитию туризма и спорта на островах. Наша фракция очень активно участие принимает, особенно в вопросах формирования бюджета. Прошлый год, наверное, чем запомнился? Наиболее значимые решения по развитию сельского хозяйства. Вопросы социальной направленности очень, вопросов медицины особо и народного образования. Прозвучали там хорошие цифры, прозвучали такие значимые законопроекты, которые у нас принимались. Прозвучало там 150 заглавленных инициатив. Но я могу сказать с уверенностью, что наша партия «Справедливая Россия» как минимум 10% участвует от этого числа. Фракция «Справедливая Россия» в областной доме участвовала в законе о казачестве в Сахалинской области, о детях войны, предоставлении льгот малоимущим семьям. За 2016 год было внесено количество законопроектов 9, из них было принято 8. Основных приоритетов не ставим, по направлениям деятельности, по внесению предложений законопроектов. Работаем по всем направлениям для улучшения жизни граждан. Всего за год законодатели рассмотрели 445 вопросов. Депутаты отметили, что сроки рассмотрения законопроектов увеличились и превысили 3 месяца. Сегодня в России отмечается День донора. Ежедневно на станцию переливания крови в областную больницу приходят десятки людей. Для них эта процедура привычна, в то время как некоторые только собираются впервые помочь нуждающимся. Евгений Коньков расскажет, как сделать первые шаги. Ежедневно около 50 человек приходят на станцию переливания крови, чтобы отдать частицу себя для спасения других. Первый шаг на пути к благому делу – регистрация. Окошко начинает работу в 8.30 утра. Марина Пересыпкина – донор со стажем. Получив квитанцию, женщина делает шаг второй. Идет сдавать анализ крови и заодно беседует с терапевтом. Не более 10 минут. Затем следует третья операция – чаепитие. Это обязательная процедура перед сдачей крови, чтобы усилить приток крови. Сладкий чай с пряниками. Вообще кровь сдается раз в два месяца. По параметрам больше врачи просто не возьмут. Наконец, четвертый шаг. Тот, ради которого все и затевалось. На втором этаже, в сверкающем чистотой зале, проходит забор крови. Единственный неприятный момент – вхождение иглы в вену. Да и тот, только для слабонервных. Для Марины Пересыпкиной процедура привычная. Сегодня ей положен выходной, и еще один можно взять потом. И проблем на работе не было никогда. Я не встречала это ни в коммерческих структурах, ни в государственных. То есть, надо самому планировать свою работу так, чтобы это ни на предприятии не отражалось, ни на здоровье твоем собственном. Вот и все. Процедура сдачи крови абсолютно безопасна. Все одноразовое. Все доноры – россияне. Иностранцев к сдаче не допускают. Они должны проверяться. У них же заболевания какие могут быть, да? Совершенно разные. И поэтому пока определять надо. Все, контакты их надо. А они где живут, мы же не знаем. Они ведь точно не говорят. Проживание, место жительства. Вот и все. Связано только с этим, что инфекционные заболевания нам же не нужны. Александр Фролов уже получил несколько поздравлений от друзей и коллег. В том числе и шутливых. Да нас по-всякому называют. И кровососцы, и лампиры. Но мы не обижаемся. И, наконец, последний шаг. Самый приятный. В кассе выдают деньги. Тысяча сто рублей за сдачу. На них рекомендуют купить что-нибудь сладкое для восстановления кровяных телец. Евгений Коньков, Евгений Кириллов. Телекомпания ОТВ. Начинающие фермеры и животноводческие хозяйства получат от правительства региона грантовую поддержку. Общая сумма составит более 52 миллионов рублей. Первые претенденты уже подали заявки. Пока их 17. Размер гранта начинающего фермера в молочном и мясном скотоводстве до 3 миллионов рублей. Максимально до 3 миллионов рублей. По остальным направлениям это до полутора миллионов рублей. Первой претенденткой на грант стала Наталья Донкан. Начинающему фермеру из Старорусского поддержка нужна для реализации проекта по производству козьего молока. Основные средства это на строительство помещения для коз, для подведения дорожных путей к производственному помещению и еще для подведения электроэнергии. Создателям семейных животноводческих ферм областное правительство окажет еще более серьезную поддержку. Сумма целевого взноса достигает 10 миллионов рублей. В Дальнем, уже в мае, начнется строительство крупного супермаркета. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Южно-Схалинска Сергея Нацадина с жителями. В недалеком будущем здесь появятся также магазины птицефабрики «Островная» и молочного комбината. Люди пожаловались на цены в местных магазинах. По их словам, они выше, чем в городе. Департамент продресурсов проведет по этому поводу проверку. Также на встрече обсудили благоустройство и установку детских площадок. Мы проводим работу, связанную с определением количества площадок. Эту работу уже провели. Место установки площадок. Эту работу также провели. Соответственно, площадки будут закуплены в этом году. Площадки детские и спортивные. Кроме того, люди высказались о качестве домов компании «Сахалин Инжиниринг». Строителям предстоит устранить недоработки, которые найдены после ввода в эксплуатацию восьми домов. Помимо коммунальных проблем, Южно-Сахалинская мэрия вплотную взялась за внешний облик городской среды. Избавиться от бескусицы рекламных баннеров, придать фасадам единый стиль и сделать огни ночного города ярче. Такая задача стоит перед Павлом Шугуровым. В администрации он отвечает за дизайн городского пространства. И сегодня охотно ответил на мои вопросы. Павел, здравствуйте. Рад приветствовать вас. Здравствуйте. Итак, давайте начнем разговор о наружной рекламе. Скажите, в каком состоянии она, на ваш взгляд, на свежий взгляд, и над чем сейчас идет работа в этом направлении? Сейчас идет гигантская работа по упорядочению наружной рекламы и вывесок информационных на фасадах зданий. Так получилось, что со времен еще перестройки этот процесс не очень контролировался, хотя согласовывать наружную рекламу нужно было всегда. Ну, просто на это очень не особо внимания обращали. И так получалось, что, например, один магазин делает себе вывеску красочную, большую. Соседний магазин понимает, что первый забирает у него клиентов, он делает еще больше вывеску. Тот, значит, довешивает плакаты еще какие-нибудь. И, в общем, сейчас город оказался в такой критической точке, когда действительно мы находимся внутри города, как на рынке на сплошном. Везде визуальный шум, и все рекламы кричат, кричат, купи, продай и так далее, там скидки. Как планируется привести все в соответствие? Ну, механизм очень простой. Вся реклама незаконная, она должна быть, должна снято быть. Вот. А она 90% незаконная. Сотрудники нашего отдела всегда приводят пример, говорят, вот посмотрите, как вы красиво выглядите, какой красивый пиджак, галстук, как хорошо подобран. Ни одной рекламы, заметьте, нет на вас. И, значит, давайте город вот таким, как вы, сделаем. И, в общем, люди уходят воодушевленные в основном. Скажите, а если все-таки мнения разойдутся, вот, допустим, самого предпринимателя, законного, конечно же, да, и ваши, то какой-то компромисс можно найти в этой ситуации? Мы как раз много времени, мы каждому уделяем, потому что всегда приходится искать компромисс, потому что у каждого предпринимателя своя специфика бизнеса, удаленность от трасс основных, там желание проявить или, наоборот, информировать клиентов. Ну, то есть у каждого свой сегмент и главное, что у каждого своя архитектура. У кого-то может поместиться вывеска, а у кого-то столько декоративных элементов на фасаде, что никак он не помещается. Поэтому вот как раз мы долго ищем компромисс, ну, в случае, когда вообще не получается его найти, тогда мы, ну, обращаемся к главному архитектору, можно, ну, обратиться к городскому сообществу и так далее. Ну, то есть, ну, таких случаев, честно говоря, еще нет, потому что люди, ну, слышат. Кстати, о фасадах. Многие приезжие отмечают, что Южно-Схалинск очень пестрый, но, скажите, может быть, это и не так уж и плохо, а каким должна, как должна выглядеть, на ваш взгляд, столица островов? Да, ну, когда я приехал три месяца назад, мне тоже, я проехал по улице Ленина и, в общем, увидел такой пестрый-пестрый город, но... Ну, что плохого в том, что город пестрый? Ну, дело в том, что сделать пестро, одеть человека пестро, это всегда очень сложно, поэтому, в основном, даже в магазинах продаются у нас одежды серого, черного, там, синего, оттенков и так далее. Цветных не так много вещей, особенно для мужчин, потому что выглядеть солидно и цветно, это довольно тяжело, это надо со вкусом, ну, всегда делать. Вот, ну, у нас это сделано, я так понимаю, наспех было, ну, вот, на улице Ленина, как мне показалось, и потом я услышал, что действительно это вызвало, ну, не совсем позитивную реакцию, все-таки это был перебор. Было такое, да. Да. Вообще, город Южно-Сахалинск, он светлый сам по себе, это советский город, да, ну, советская, там, планировка у него, и советские здания, в основном, такие типовые, они всегда были, ну, в светлых тонах, а вот эти цветные акценты создавали мозаичные панно, которые у нас еще остались, космонавтика, там, Ленин, там, и так далее, вот, ну, вот эти вот вещи. На самом деле, если мы хотим сделать цветной город, не надо раскрашивать все фасады, достаточно сделать нейтральный, вот, сам дом, и, например, на фасаде можно поместить какое-то панно. У вас за плечами большой опыт работы в крупных городах, вот скажите, вы стремитесь что-то изменить в плане подсветки городских объектов, чтобы город и ночью выглядел красиво и со вкусом? Да. Перед администрацией города ставят, ну, конкретные задачи, это внешний вид фасадов днем, это очень интересно. Это очень интересная работа, вот, и, ну, смысл ее в том, чтобы создать такое, ну, неожиданное эффектное впечатление. Это можно сравнить, опять-таки, с человеком. Например, там, днем мы все встретились на какой-то деловой встрече, да, вот у нас столица, вот мы, деловые люди, встретились, все были одеты так. А вечером у нас званный прием, и мы все переоделись, стали немножко более игривыми, ну, там, в одежде я имею в виду, макияж женщины добавили себе ночной, там, и так далее. То есть, вот, интересная работа. А, и будет, да, извините, там будут еще доминанты, то есть, например, вот у нас есть мачта телевизионная, вот, из нее можно сделать прям объект, который, ну, будет, как говорится, видовой объект. Ну, вот, там, она может светиться, как такой космический, какой-то инопланетная такая инсталляция. Очень интересное решение сейчас. Павел, большое спасибо за такой интересный рассказ. Я искренне желаю вам, чтобы все творческие планы сбылись. Спасибо вам. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Сахалинские школьники приступили к написанию всероссийских проверочных работ. В апреле и мае ученики будут выполнять задания по русскому языку, математике, истории, биологии, химии и географии. От обычных контрольных ВПР отличаются тем, что оценок за них не ставят. Проверка нужна для мониторинга среднего уровня образования в стране. Она не влияет ни на перевод детей в другой класс, ни на какие-то итоговые оценки. То есть это та контрольная работа, которая проводится в классе наряду с другими контрольными работами, которые могут проводиться учителям. Нам сказали заранее, когда мы очень много сделали и в классе, и дома, ну уже не так страшно было. И когда писали, очень похоже было на контрольные работы, на комплексные, которые мы писали ранее. В Сахалинской области к всероссийским проверочным работам присоединились 139 школ из 18 муниципальных образований. В этом году список предметов значительно расширился с двух до восьми. Выполнять задания будут школьники четвертых, одиннадцатых классов. Забытая дата. Рожденные в СССР раньше хорошо помнили, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина. Мы решили перевернуть еще одну страницу истории Сахалинской области и рассказать о прошлом и настоящем монументальных скульптур вождя мирового пролетариата. Мария Рябова узнала таинственные подробности исчезновения и появления памятников Ленину. Первым в истории Сахалинской области и на карте островного монументального искусства стал памятник Владимиру Ильичу Ленину в Александровске Сахалинска. Возводили его долгих пять лет. И в 1937 году, когда в большинстве российских городов вождь уже возвышался над центральными улицами, Сахалин обрел лишь первый монумент культовой фигуры. Необычная для типичных изображений стремительная поза руки динамичного скульптора Ивана Шадра И почти детективная история исчезновения монумента спустя 20 лет после его открытия. Есть решение о переделке постамента, есть решение о выборе места, Суть которого сводилась к тому, что новый памятник Ленину в Александровске был поставлен на месте старого памятника. Но куда делся памятник, об этом история, к сожалению, умалчивает. Как не найти следы еще одной пропажи в Новоалександровске? В одну из ночей в середине 90-х бронзовая статуя просто исчезла. Не осталось и фотографий, лишь башмак. Ходили слухи, что скульптуру видели в Японии. Фигуры вождя появлялись на Сахалине и типовые, но в большей мере каждый новый бронзовый вождь – авторское произведение известных скульпторов. Памятник вождю мирового пролетариата здесь, на площади Ленина, в островной столице, появился в 1970 году, к столетию со дня рождения Владимира Ильича. Южно-Сахалинску повезло, ведь проект взял самый именитый скульптор того времени – Евгений Вучетич. Автор, например, мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Девятиметровая скульптура выполнена в бронзе. И до сих пор наш памятник Ленину остается одним из самых больших в стране. Большая часть островных памятников, более двух десятков, дошли до наших дней, пережив политические и экономические потрясения. И отчасти из-за адекватного отношения населения к памяти о том времени. Это история, пусть все остается. От этого не избавитесь вы. В любом случае надо сохранять, давать достоверную информацию, чтобы наше поколение знало о том, какая у нас была история. Именно такое отношение к монументальному искусству определяет моральное здоровье нации, считают историки. Ведь образ вождя, запечатленный в бронзе или мозаике, часть историко-культурного наследия. И 22 апреля лучший повод вспомнить об этом. Мария Рябова, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ. В Сахалинском художественном музее наградили победителей конкурса живописи «Россия. Страна морей». Там же начала свою работу выставка лучших произведений этого проекта. Все они написаны островными школьниками и студентами. Пообщаться с призерами и их наставниками получилось у моих коллег. Легкий бриз, игривые барашки, прячущиеся за дымкой суда. Для многих юных художников областной конкурс «Россия. Страна морей» начался именно с этого. Мероприятие провели впервые и приурочили 200-летию со дня рождения знаменитого пейзажиста Ивана Айвазовского. В течение года велась работа над этой выставкой, выставка конкурса областных художественных работ силами учащихся наших детей. И первый этап был ознаменован в июле-августе, когда дети наши были на летнем лагере в течение трех недель. Выездные практики зарядили ребят эмоциями и наполнили впечатлениями. Опять номинации творческого спора позволили участникам не ограничивать себя в фантазии. Так на холстах молодых дарований акварелью, гуашью и маслом появились тихие гавани, морские пучины, их покорители и обитатели. Всего на конкурс поступило свыше 100 работ из разных районов Сахалина и Курил. Жюри оценивало их в трех возрастных категориях от 12 лет до 21 года. Мы из этого количества отобрали половину. Дело в том, что, может быть, остальная половина чуть отстает от других самых лучших. Когда они уже висят в художественном музее, они гораздо лучше смотрятся. И поэтому сейчас уже теряешься. Какая работа самая лучшая, какая чуть-чуть похуже. Гран-при получила студентка дизайнерского факультета колледжа искусств Анастасия Чернова. Своё творение под названием «У берегов Сахалина» она писала с фотографией, сделанной прошлым летом на западном побережье острова. На её создание у художницы ушло около недели. Я когда пишу что-либо, у меня нет определенного алгоритма, оно пишется так сумбурно, как придёт, так как ляжет, в общем. И потихонечку курировал меня, естественно, мой преподаватель Дю Суньен. Без него я бы и не справилась. Её работы в числе 70 лучших были отобраны для демонстрации зрителям. Сейчас эти картины наполнили залы областного художественного музея. Александра Накипова, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ Теперь о спорте. Сахалинцы присоединились к международному шахматному турниру среди школьников «Белая ладья». Островитяне получат шанс показать мастерство на этом соревновании впервые с начала 90-х. Сейчас в Южно-Сахалинске проходят отборочные туры. Сильнейшая команда области в июне отправится в Сочи на всероссийский этап. После первых отборочных партий уже появился главный претендент на место в финале. Особо неожиданностей нет. Фаворитами сейчас являются Лицей-2. У них 10 очков. Ну, конечно же, тяжело нашим детям будет играть на российском этапе. Во-первых, потому что мы новички этого соревнования. Во-вторых, все-таки на России там очень много сильных детей. Турнир «Белая ладья» был впервые организован в 69-м году на базе одноименного клуба. В 2014-м он получил статус международного. На финальных этапах собираются сильнейшие юные шахматисты страны, а в качестве гостей мероприятия посещают легенды этого вида спорта. Такие новости четверга. До свидания. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон, представитель крупнейшей корпорации «Хёнде Ливарт». В торговом центре «Радем». В предстоящие сутки на островах ожидается преимущественно пасмурная погода. В Ахе ночью 0,2 градуса, днем до 3 тепла. В центральной части острова преимущественно без осадка. В Александровске с Халинском ночью около нуля, днем 1,3 тепла. В Тымовском будет пасмурно, а температура ночью чуть ниже нуля, днем 1,3 с плюсом. В Смирныховском районе погода без осадков, ночная температура 0,2, днем до 4 градусов тепла. В Углегорске значительная облачность без осадков, ночью около нуля, днем до плюс 3 градусов. В Парнайске значительная облачность, ночью минус 1, плюс 1, днем от 1 до 3 тепла. В Макарове погода без осадков, температура ночью от нуля до 2, днем 1,3 выше нуля. В Долинске переменная облачность, ночью не выше минус 1, днем до 1 градуса тепла. На юго-западном побережье, в Холмске и Невельске облачно с прояснениями осадков не ожидается, ночью 0, плюс 2 градуса, днем до 4 тепла. В Аневе пасмурно, без осадков, температура ночью до минус 2, днём до 4 градусов тепла. В Корсакове переменная облачность, без осадков, ночью около нуля, дневная температура плюс 3, плюс 5. На Курильских островах будет пасмурно, пройдёт снег, температура в течение суток плюс 2 градуса. А в Южно-Сахаринске 21 апреля малооблачная погода, без осадков, ночью минус 2 градуса, днём воздух прогреется до плюс 4. Впервые в России салон-представитель крупнейшей корпорации «Хёнде Левард» и фирмы «Хансэм», лидера в производстве кухонной мебели в Азии, а также впервые на Сахалине. Классическая мебель по антикварным французским образцам, уникальные люстры и светильники, современный классический дизайн, приемлемые цены, комфорт и высокое качество. Редактор субтитров А.Семкин